Всем привет! Или, как говорят в Молдове, салут! Наконец-то я оказался дома, и сегодня мы с друзьями выезжаем в небольшое путешествие по Молдове, а если быть точнее, в центральную ее часть. Ну что, погнали! Я не переигрываю. Пока в Одессе Мазли форшмак, а Одессе возвращался на Итаку, в Пеливане уже пекли плацинды. Это туристическое место возникло из ниоткуда. Если вы спешите на Кресбины или к дочери дяди, сына и его отца, вы можете заехать в Пеливан и купить одну плацинду. Плацинда станет украшением любого праздника. Если вы хоть раз ехали по трассе Бельца-Кишинев, то просто обязаны знать всего Пеливан. Для этого есть целых две причины. Во-первых, здесь установлены камеры и прилетают штрафы за превышение скорости. А во-вторых, именно тут расположен магазинчик, в котором продают вкусные плацинды и сосиски в тесте. Здешние цены ниже, чем на заправках. Плацинда стоит порядка 8 лей, а хот-дог и кусочек пиццы в районе 15 лей. Перед магазином расположены столики для удобства. Также есть приличный туалет и небольшая парковка. Если честно, у меня с детства с этим местом связаны приятные воспоминания. Ну а мы отправляемся дальше. А вот и я. А вот и мы, и вот и они. А вот и я. Если вы отправляетесь в Кишинев, но по дороге оказались в Кодрах, вы легко можете развернуться и отправиться в Молдавскую Ниццу. Мы доказали, что Аргеев был, есть и будет лучшим городом нашей страны. Что Аргеев это Молдавская Монако. Следующей точкой маршрута стал город Аргеев. Аргеев можно охарактеризовать как улучшенную версию других районных центров Молдовы. Если вы были в Егенцах, Кагуле и Люнгенах, то приблизительно понимаете, как живет город с преимущественно частным сектором, одной центральной улицей и несколькими церквями. Все же в Аргееве есть интересные и даже оригинальные начинания. Здесь разобрались с общественным транспортом, привели все к единому стандарту и пустили несколько маршрутов, на которых ходят красно-желтые мини-автобусы. В городе почти нет пыли, благодаря газонам вдоль дорог и плиточным тротуарам. Также по краям дороги рассыпана галька. Отдельный респект городу за бесплатный детский парк. В городе порадовали уличные розетки и удобные урны, расположенные вдоль улицы Василия Лупу. Забавно смотрели скамейки Триковор и иронично сочетались рядом расположенные микрозаймы с офисом получения румынского гражданства. А вот с рекламой и зданиями не так все гладко. Это и выдало в Аргееве его местонахождение. Для любителей острых ощущений в городе работают игровые автоматы. У меня есть одна небольшая просьба. Аргеевцы, для перемещения из точки А в точку Б не обязательно возить свою пятую точку на машине. Ходите пешком и не устраивайте парковку прямо вдоль центральной улицы. А теперь пришло время показать старый архей с другой стороны. Сейчас мы находимся в селе Бронежть, а если быть точнее, в ресторанном комплексе Эпока Депьятра. В Эпока Депьятра мы приехали в воскресенье и сразу же обнаружили, что вся парковка забита. В Молдове до сих пор действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, поэтому нас попросили надеть маски и измерили температуру при входе. Самое главное – вход в пещеру бесплатный. Комплекс Эпока Депьятра расположен в живописной местности на окраине Старого Архея. Построен в известняковом руднике, которому более 400 лет. Стены пещеры украшают наскальные рисунки и действительно погружают в эпоху каменного века. На них также можно оставить свой автограф. С уверенностью можно сказать, что над дизайном и атмосферой работали специалисты, а не родственники из соседнего села. Температура в пещере колеблется в диапазоне от 12 до 14 градусов и, конечно же, отсутствует телефонная связь. В отдельной шахте расположены винные подвалы, протяженность которых достигает десятки километров. В подвалах производят белые, красные, игристые, сухие, полусухие и десертные вина. В настоящее время строительство туристического комплекса еще не завершено. Ведется строительство первого пещерного отеля в Молдове, в котором будет порядка 15 номеров и спа-зона с ярким названием Вайнспа. По вопросам бронирования заходите на их официальную страницу в фейсбуке. Там можно найти ответы на все интересующие вас вопросы. Заранее столик мы не бронировали, но, к счастью, все обошлось. Небольшой совет. Не повторяйте нашу ошибку и лучше заранее забронируйте столик, особенно в выходные дни. Вот ты видел меня, я постоялся. Что я сказал, салтарь же твоего помощи дома. А веял кинокамерка. А, тут вот. Так. Карян, вон карп, у которого не сны, он здесь жарит. Да? Зато Коля лещей наловил. Кролик совещает. И сухой лещ. Давай еще пиво возьми, опорочь место, Коля. Тебе стыда не совести. В каком месте сидишь? Пошел. На руки с вашими пилетами. Сами-пожел. А вот есть вино в стакане, наверное. А с какого года вы открылись? Да. Сейчас именно взберутся. Че? 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 Звоните меня, пожалуйста. Мы сидели. Думали очень долго туда поехать. Да. И куда поближе, потому что мы сберетесь. Да. И как мы видели, нам уже снаружи понравилось, не говорят про то, что внутри. Я не видел там чувапчи, чечимитите, и вот это карноцей, этого всего не было. И на мосте, это еще была смешанная кухня. У них есть смешанная кухня, у них только молдавская кухня, и то она однообразная. Ну, то есть у них был кусок мяса свинина, кусок мяса курица, кусок мяса кролика. Здесь даже можно сделать обычный стейк-хаус, просто на мясе, да, основываться. Но обрати... Раньше добывали что, мясо, убивали, жарили на костре. Насчет подачи, окей, бог с ним. Было бы прикольно, как мы с тобой уже внутри обсуждали, это интересное меню, позиции, интересное название. Я не знаю, там, не знаю, плато мамонта, шкура медведя. Это меню просто странно-нурок. А это обычное, типичное молдавское заведение, просто расположено в необычной местности. Не, ну на самом деле все, вещей на самом деле все идеально, все супер. И насчет алкоголя, цены демократичные. Ай, это, да. Ну что, друм-бунт, лекай мэй департи. Если вы отпахали целую неделю на Драксельмайере в ночную смену, и за вами заехал рабочий автобус, и вас тошнит от городской суеты, вы можете попросить своего куметру, водителя автобуса, свернуть и заехать всего Требужень в Касса-Динвунке. Здесь вам помогается парочку стаканов вина за вредность. Вот такое вино. Пройдемте за стол. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok